8.00 столица Казахстана. Время новостей на канале Хабар 24. С вами Арстан Балтин. Здравствуйте. 9.00 столица Казахстана. 10.00 столица Казахстана. 10.00 столица Казахстана. Еще вчера вполне теплая и мягкая погода в столице сегодня сменилась ободряющим морозцем и легким бураном. Год 1999. Новую столицу только обживают. В город еще даже не все министерства переехали. Люди до сих пор не привыкли к погоде. Но все же решили встретить Наурыз не дома, а на улице. Их настроению можно только позавидовать. Это время фотограф Виктор Федюнин вспоминает с огромным теплом. В основном, конечно, в то время столица только строилась. Практически все происходило на Старой площади. На площади у Минфина, как мы посмотрели даже из материала. Некоторые дни были прохладные. Нам было очень трудно работать. Даже держа камеры в руках, у нас руки примерзали камерами. Но мы работали, мы снимали, мы все это делали для истории. Миллениум. В этом году Наурыз выдался солнечным. Правда, погода еще не позволила снять с себя зимнюю одежду. На главной городской площади, тогда еще на правом берегу, развернули большой этноаул. Юрты, театрализация, угощения и праздничный концерт. Театрализованный праздник Наурыз-2000 собрал в Конгресс-холле всю политическую элиту, их родственников и ветеранов войны. Представление по замыслу режиссера-постановщика символизировало смену эпох. Спустя год праздник перестал быть просто очередным временем, когда можно провести народные гуляния. В 2001 году появляется научно обоснованная концепция. Ее разработал центр Руханият при Акимате. Госкомиссия по проведению года независимости ее утвердила и разослала по всем областям. По мнению ее авторов, Наурыз имеет своеобразные ритуалы и обряды, которые нужны людям и должны войти в каждый дом. Именно в нулевых празднования Наурыза начинает приобретать по-настоящему большой размах. Казахстан растет и развивается, а вместе с ним крепнет и культурная жизнь. Мы не можем допустить, чтобы традиции этого праздника исчезли. У нас должно быть осознание. Это наш праздник, наша история. И отмечать Наурыз нужно с размахом, не только на центральных площадях. Каждый должен начать со своего двора. Но по-настоящему праздник весны и процветания развернется уже в десятых. Площадки становились такими большими, что их начали делить на отдельные зоны. Тут следят за национальными видами спорта, а здесь раздают баурсаки, плов и Наурыз кожа. Даже количество выходных дней на Наурыз выросло. Столичные жители прекрасно помнят эти масштабные представления. В 2019 году перед театром «Астана-Опера» развернулось грандиозное шоу. После него зрители заходили в театр, который в тот момент символизировал юрту. А на сцене ждал показ оперы «Кызжебек». Сейчас о таком приходится только мечтать. Сейчас тоже мы показываем «Кызжебек», но не в таком формате, как мы раньше делали. Я бы хотел сделать именно эпическое шоу. Вот на улице. Это у меня идея давно внутри кипит. Может быть, я в будущем покажу. Может быть, получится это сделать с участием массовых сцен, с участием многих людей. А что теперь? Сегодня в столице объявлен локдаун. Кроме того, уже вторую весну подряд отменяют из-за коронавируса все зрелищные массовые мероприятия. В том числе празднование Наурыза. Что же нам остается делать в этой ситуации? Разумеется, провести это чудесное время в кругу самых близких людей. Ведь Наурыз – это праздник не только весны и обновления, но также дружбы и огромной любви. Марк Блюшко, Асхат Каркашиев, Хабар, 24. Издревле в дни Наурыза было принято помогать и поддерживать друг друга в трудной ситуации. Натрадно, что этой традиции казахстанцы следуют и по сей день. В Павлодарской области стартовала акция «Хамкорлок». Неравнодушные жители региона помогли нуждающимся семьям тем, чем могли. Кто нарубил дрова и убрал снег, другие же в преддверии праздника обеспечили продуктами питания. В этом доме проживает особенный ребенок. Целыми днями за ним требуется уход, поэтому даже почистить снег во дворе у хозяев нет времени. На помощь пришли волонтеры. Нарубили дрова, натаскали уголь, прочистили тропинки. А предприниматели передали продукты. У Райхан Майкебаевой тоже особенный сын. Трудно жить. Помощи никогда не просила, но в этот раз люди сами откликнулись. Местный фермер помог с углем. «Уголь сейчас очень дорогой. Тонна стоит 15 тысяч. Вчера закончился, переживала. А вот сегодня вдруг обрадовали, привезли две тонны. Этого теперь хватит до теплых дней. Спасибо большое добрым людям». В эти дни благотворительную помощь получают все нуждающиеся. Только в райцентре Коктубе акции охвачены свыше 30 семей. Одиноким пенсионерам, инвалидам, ветеранам труда помогают всем миром. «Мы не должны оставаться в стороне от проблем этих людей. Помогаем всем, чем можем. В апреле, как растает снег, начнем готовить им огороды, чтобы им было легче высадить овощи. Приведем в порядок летний водопровод». В райцентре пристально следят за ценами на социально значимые продукты питания. Помогли предпринимателю открыть социальный магазин. «Цены в нашем магазине не дороже, чем в городе. Мы работаем напрямую с оптовиками. Накрутку делаем не больше 10%, чтобы для людей было все доступно». «Но главное, в этом магазине продают продукцию местного производства. По ценам они на порядок дешевле, чем в областном центре». «Этот магазин работает напрямую с областным стаб-фондом. Оттуда поставляются сахар, подсолнечное масло, мука, яйца по удешевленной цене». Акция «Конкурлык» продлится в течение месяца, пока не наступят теплые дни. Ербулабишев, Амат Аспанов, Дженнис Семербулат из Павлодарской области, Хабар, 24. А в Туркестане в преддверии праздника на Урыс провели экологическую акцию. Ее инициатором выступила областная палата частных судебных исполнителей. В местном дендропарке высадили 150 хвойных деревьев. «Зеленые насаждения» не только украсят областной центр, но и будут способствовать оздоровлению микроклимата, считают организаторы. По их словам, посадка деревьев лишь полдела. Суд-исполнители намерены взять на себя и заботу о них. «Здесь отсаживаем хвойные деревья, зеленый ель, можжевельники. Эту акцию проводим для того, чтобы Туркестан процветал. Здесь был очень хорошо, был зеленый пояс». Миллион тенге пожертвовал уральский выпускник детского дома на лечение больного ребенка. Маленькому Эмиру из Западно-Казахстанской области требуется 1 миллиард тенге на покупку самого дорогостоящего препарата в мире. Серик Мукашев, собрав свои сбережения, перечислил их матери малыша. Поступок бурно обсуждали пользователи соцсетей и реакция была неоднозначной. Сам же Серик не афишировал свой благотворительный жест и до последнего отказывался от комментариев. Но нашим журналистам удалось поговорить с молодым человеком, расскажет Роза Сатканова. Он копил на собственное жилье, хотел оформить ипотеку, но отдал свои сбережения совершенно чужим для него людям. И это при зарплате сотрудника центра внешкольной работы в 70 тысяч тенге. Заработать же миллион ему удалось в период подработки в инфекционной больнице. Прошлым летом, когда катастрофически не хватало рабочих рук, Серик добровольно вызвался на передовую борьбы с вирусом в качестве санитара. А еще он активно занимается общественной деятельностью, будучи менеджером проектного офиса Агжаи Кадалдахалана и внештатным сотрудником Акима города по вопросам выпускников детских домов. Окружающие говорят, что ты не бизнесмен и у тебя нет лишних денег. Зачем ты это сделал? Тот и говорит мне ради, скажем так, хайпа. Важно, чтобы ребренок выжил и как можно скорее самый крупный сбор, скажем так. Я не хотел оставаться в стороне, я их заработаю, я молодой и еще все впереди. Как выпускник детского дома, Серик получил арендное жилье. Поэтому решил, что накопленные деньги гораздо нужнее тяжелобольному ребенку. К слову, на лечение мира уже собрано больше 60%. Однако и государство не должно оставаться в стороне от народного сбора, считают местные депутаты. Лечение редких заболеваний, по их мнению, должно осуществляться за счет республиканской казны. Человек, он очень такой, я еще раз сказал, неравнодушный. Воспринимает очень близко к сердцу проблемы других. Человек, который, наверное, от многого перенес, он не может пройти мимо горя другого человека. Очень быстро нужно собрать, до определенного возраста, такие как миллиард тенге. Я думаю, в нашей стране, я думаю, что такие вопросы должны решаться на уровне государства. Мы, как депутат, написали письмо министра здравоохранения. Просим, чтобы именно для мира и для других редких дорогостоящих заболеваний был проработан алгоритм и источники финансирования. Тем временем, до окончания сбора осталось чуть больше месяца. Серик Мукашев призывает всех не оставаться в стороне и поддержать маленького земляка. Род Сатканов, Руслан Газецов, Канат Махмутов, Хабар-24, Уральск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Жителям Южной Кореи показали казахстанское кино. Премьера фильма «Желтая кошка» режиссера Адельхана Ержанова прошла в рамках культурного фестиваля стран Центральной Азии «Наурос». Показ картин, организованный секретариатом форума сотрудничества Корея-Центральная Азия, начался 19 марта и завершится 3 апреля. Вход в кинотеатр был бесплатным, но из-за коронавируса количество мест в зале было ограничено. Те, кому не хватило билетов, посмотрели онлайн-трансляцию. Мировая премьера казахстанской картины «Желтая кошка» прошла в сентябре прошлого года на Венецианском кинофестивале. Для того, чтобы южнокорейцы могли понять культуру пяти стран Центральной Азии, важен культурный обмен. Поэтому с 2019 года мы начали проводить фестиваль, посвященный «Науросу». «Наурос» — это праздник Нового года в Центральной Азии. Через фильм я почувствовала широкие просторы Казахстана и свежий воздух, который сейчас так необходим нам из-за коронавируса. Я не была в вашей стране, но меня многое интересует, поэтому я пришла сегодня. Если бы не этот показ, то вряд ли у меня была бы возможность посмотреть казахский фильм». В Риме заработала новая служба доставки. Теперь заядлые театралы могут насладиться любимым спектаклем в парке или во дворе своего дома. Представление можно заказать онлайн, выбрав для себя удобное время. У организаторов в «Арсенале» есть все — от драм и пьес до комедий. Отмечу, в Италии все театры пока закрыты. Из-за пандемии актеры потеряли больше 70% доходов, поэтому зарабатывать на жизнь приходится в небольшой сцене. В Латвии любители кейтбординга приспособили свое хобби к суровым погодным условиям, создав новый вид спорта. Назвали его они кайт-скейтингом. Только вместо доски — коньки. При этом для катания спортсмены ищут большие ледяные глыбы. В этом году, к слову, им повезло с погодой, и они облюбовали Балтийское море. Мы не так часто можем покататься, если повезет, один-два раза в год, а то и реже. Но это действительно потрясающе, потому что мы не чувствуем сопротивления при скольжении на коньках. Кажется, что мы движемся быстрее ветра. К этой минуте все. Спасибо, что были с нами. До встречи вам. Хорошего дня. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»